От Ротонды линия Ратной Славы ведет нас на север, к студенческому городку, сельскохозяйственного и лесотехнического институтов. В 1930-е и 1947-е годы здесь размещался и химико-технологический институт. В этой зоне стоят четыре памятника на братских могилах и есть другие знаки, увековечивающие события военных лет. Первая братская могила, номер 16, находится на территории центральной усадьбы учебного хозяйства сельскохозяйственного института. Через усадьбу дважды прокатилась волна боевых действий. И хотя в обоих случаях бои носили скоротечный характер, без жертв не обошлось. Во второй половине 7 июля 1942 года тут держали оборону разрозненные группы бойцов 232-й стрелковой дивизии, отступившие с Дона. В тот день и совершила свой последний ратный подвиг любимица роты, санинструктор Таисия Сафронова, комсомолка из Горного Алтая. Она погибла, спасая раненого бойца. Красноармейцы не хотели оставлять убитую боевую подругу на поругание врагу и с риском для жизни вынесли ее с поля боя. Час спустя осколок снаряда сразил санитарку Марию Юрлову. Ее похоронили рядом с Таей. Так в парке центральной усадьбы Учхоза возникла вбратская могила защитников Воронежа. Небольшой участок земли, расположенный между Подгорным и Учхозом, на несколько дней стал местом ожесточенных боев. Здесь сражались с врагом воины 121-й стрелковой дивизии. Усадьба Учхоза была также ближайшим тылом для тех, кто насмерть бился с фашистами у Задонского шоссе. Погибших хоронили в том же парке, где покоился прах отважных санитарок. У свежего холмика на фанерной дощечке были написаны чернильным карандашом фамилии Смолянина старшего сержанта Павла Антоновича Афанасьева, командира взвода 705-го стрелкового полка, красноармейца Ивана Конина из Тамбовской области, харьковчанина старшего сержанта Алексея Купина и других. 12 июля 1942 года в район Учхоза выдвинулась свежая 195-я стрелковая дивизия, только что прибывшая из Башкирии. Она сразу же повела наступление вдоль Задонского шоссе на северную окраину Воронежа, где успел закрепиться враг. Под натиском наших воинов противник вынужден был отступать, устилая поле боя убитыми и ранеными. Но и наши бойцы несли потери. День боевого крещения стал днем гибели для многих бойцов и командиров 564-го стрелкового полка. Возглавляя атаку роты, пал 20-летний лейтенант Семен Брезгин. Рядом с ним похоронили в парке лейтенанта Терека Шайдулина, красноармейцев Николая Березкина и Ивана Долгалева. Тут же навечно лег в родную Воронежскую землю уроженец Острогорского района, младший политрук Андрей Александрович Греков. В критический момент он заменил выбывшего из строя командира роты и повел бойцов в контратаку. В рукопашной схватке политрук Греков выстревил четырех гитлеровцев и сам погиб. Погибли два начальника штаба 12 июля. Капитан Григорий Ильич Ильин из 604-го полка, а 16 июля майор Дмитрий Семенович Дьяченко из 564-го полка. Оба они находились в боевых порядках подразделений. 19 июля вступила в бой 303-я стрелковая дивизия, прибывшая из Кемерово. Сибиряки прорвали оборону фашистов, потеснили их к окраинам Воронежа. С этого времени район Учхоза заметно отдалился от переднего края. Здесь располагались ближайшие тылы стрелковых подразделений, огневые позиции минометчиков, артиллеристов и зенитчиков, передовые пункты медицинской помощи. Сюда непрерывно летели вражеские снаряды, мины и бомбы. Гибли от осколков бойцы, умирали от тяжелых ранений многие из тех, кого выносили с поля боя санитары. Увеличился список погибших на фанерных табличках братской могилы. Дожди и ветры, солнечные лучи и морозы стерли карандашные надписи на фанерках, уничтожили таблички. Вот почему после войны, когда начали приводить в порядок братские могилы и уточнять фамилии захороненных, выяснилось, что о них почти нет никаких сведений. Поэтому до сих пор неизвестно точное число захороненных в парке центральной усадьбы Учхоза Схи. Многолетние поиски позволили в 1965 году на плиту памятника занести 90 фамилий, а в настоящее время их более 100. Сюда перенесены были останки погибших из одиночных могил в ближайших рощах. Одну из таких могил летом 1963 года нашли студенты Схи. В глубине леса они увидели приплюснутый временем могильный холмик. Рядом лежал столбик с изъеденной ржавчиной полоской жести от консервной банки. На жестянке выбит гвоздем текст. С большим трудом удалось прочесть. Гришаев Александр Владимирович родился в 1921 году, убит 19 июля 1942 года. В дальнейшем поиске выяснилось, что лейтенант Гришаев был командиром батареи 475 артиллерийского полка 195 стрелковой дивизии. Погиб во время дуэли с вражескими артиллеристами. Удалось разыскать его мать Афанасию Риасовну Гришаеву, которая до этого времени не знала, где похоронен сын. Останки лейтенанта Гришаева были перенесены в братскую могилу номер 16. В 1965 году на могилу сына приезжала из города Ербита Свердловской области его мать. В 1966 году сюда же были перенесены останки санинструктора 845 стрелкового полка 303 дивизии красноармейца Анны Георгиевны Калафидиной. Ее могилу разыскала в густой лесной чаще Анастасия Григорьевна Женжилова, приезжавшая специально для этого из города Кемерово. Анастасия Григорьевна рассказала, мы были с санитарками-носильщиками, работа была опасная и тяжелая. Не так-то просто 18-летней девчонкой вынести с поля боя раненого бойца с оружием, но мы выносили. Многим спасли жизни. После недели тяжелых боев нашему отделению дали один день отдыха. Мы ушли в тыл, переправились за реку Воронеж и занялись стиркой на лужайке чуть выше дома отдыха имени Горького. Это было 24 июля. Развесив на кустах белье для просушки, мы решили отдохнуть. Проснулись от адского грохота. Немцы бомбили дом отдыха, где располагался штаб нашей дивизии. Одна из бомб упала на нашу поляну. Пять девушек были ранены. В самом тяжелом положении оказалась Аня Калафидина. Мы с трудом переправились с ней через реку, добрались до своей санчасти. Тут Аня и умерла. Мы похоронили ее в 20 метрах от землянки у высокого пенька. Это место я хорошо запомнила. За два с лишним десятилетия лес разросся. Заросли кустарником и высокой травой наши фронтовые тропки-дорожки. И все же я быстро разыскала могилу Ани. И ее солдатскую ложку, которую зарыла еще в то лето под пеньком у изголовья могилы. В братской могиле в основном похоронены бойцы и командиры и политработники 121-й, 195-й и 303-й стрелковых дивизий. Есть несколько человек из 107-й и 159-й дивизии, действовавших на соседних участках. Здесь же хоронили и воинов из частей, поддерживавших действия стрелков, 1156-го пушечного артиллерийского полка резерва главного командования, 96-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, других подразделений 60-й армии. География родных мест погибших самая широкая. В горячем бою 8-го августа сложил голову лейтенант Иван Петрович Зимогляд из Днепропетровска. В одной братской могиле с ним лежат сыны Украины. Мануил Гофман из Николаевской области, харьковчанин Степан Притыка, полтовчанин Иван Чалой и другие его земляки. Тут же похоронен узбек Имам Абкаров, казах Талсу Аукешев, башкир Суетан Вам Акмаров, чуваш Семен Иванов, татарин Гамрай Никуманов, осетин Петр Цараев. В ночь под 1 января 1943 года погиб в схватке с гитлеровцами красноармеец 847-го стрелкового полка Тледмуратов, каракалпак по национальности. Он был седьмым из земляков, похороненных в Учхозе. Невелико было население каракалпакской АССР, но и оно прислало на защиту Воронежа маршевое подразделение, сформированное из самых храбрых сынов Приоральской области. Воины каракалпакии пополнили ряды 303-й дивизии и плечом к плечу с сибиряками бесстрашно дрались с ненавистными немецко-фашистскими захватчиками. Последним, кого похоронили в этой братской могиле, был политрук Иван Николаевич Свешников. Он погиб 13 января 1943 года, за полторы недели до начала Воронежско-Косторнинской наступательной операции. Над могилой политработника воины 847-го стрелкового полка поклялись жестоко отомстить оккупантам за смерть боевых товарищей, за разрушенный Воронеж, за горе и муки советских людей. Эту клятву сибиряки и воины других частей 60-й армии с честью выполнили. Субтитры создавал DimaTorzok